А сейчас рубрика «Вопросы с ЖКХ». Каждый четверг эксперт Наталья Балабина разъясняет красноярцам тонкости жилищно-коммунального хозяйства. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первый вопрос. После отключения отопления в летнее время должны ли работать полотенцесушители в домах? Если в вашей квартире полотенцесушитель подключен к системе отопления, то, соответственно, когда отключается отопление, полотенцесушитель работать не будет. Если же в вашем доме, в вашей квартире полотенцесушитель подключен к системе горячего водоснабжения, то он у вас должен работать круглый год. В любом случае я вам могу порекомендовать обратиться в свою управляющую компанию и вам подскажут, какой у вас, какой проект был системы и как должен работать ваш полотенцесушитель. А поменять можно? Нет, к сожалению, дома строились, это в основном пятиэтажки, хрущевки, как мы их в народе называем. Как система построена в доме, была смонтирована, так полотенцесушитель у нас и находится в таком состоянии. Спасибо. И второй вопрос. Хочу посадить дерево во дворе. Должен ли я согласовывать это с управляющей компанией? Ну давайте представим себе девятиэтажный дом, четырехподъездный, где 200 квартир. И каждый житель решит посадить дерево. Надо понимать, что придомовая территория – это общее имущество всех собственников многоквартирного дома. Существуют нормы, ну например, на каком расстоянии от окон можно садить деревья. То есть в любом случае, если собственник, один из собственников пожелал посадить дерево во дворе в своем, да, на придомовой территории, обязательно необходимо это согласовать с управляющей компанией. Но, как правило, этой работой занимаются председатели Советов многоквартирных домов. В свой совет обращаетесь к своему председателю, обсуждаете, где вам лучше деревья посадить, какие деревья. Соответственно, и потом в управляющую компанию председатель Совета дома все согласовывает. И вы высаживаете деревья. Субтитры создавал DimaTorzok